Одномоментный крах нескольких крупных туроператоров привел к уголовным делам. Следственный комитет России подозревает приостановивших свою деятельность лабиринт Розу Ветров Мир, Идеал Тур, Неву и Экспо Тур в незаконных финансовых операциях. А именно в том, что владельцы этих компаний, зная о больших неоплаченных счетах перед своими партнерами и не имея возможности погасить долги из своих средств, продолжали собирать деньги с граждан. Продавая им путевки. Есть вопросы у следователей и к действиям чиновников, отвечающих за контроль и надзор за соблюдением прав граждан в туристической сфере. Все уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Ну а пока идет следствие, сотни обманутых пермяков пытаются получить компенсации. Репортаж Евгении Караксиной. Наталья Лебедева – одна из пострадавших от краха лабиринта. На сентябрьский отпуск в Греции копили всей семьей. О том, что полететь не получится, заподозрили в минувшую субботу, когда их знакомые, которые также должны были лететь в Грецию, остались в аэропорту. На следующий день, 2 августа, туроператор объявил о приостановлении деятельности. Мы затратили порядка 130-140 тысяч, подали документы в страховую компанию ВСК. Нам сказали, ждите. Жертвами банкротства туроператора стали около 27 тысяч россиян. Тренер по подводному плаванию бассейна «БМ» Мария Пыжова рассказывает, как сорвалась поездка целой группы детей на учебные сборы в Болгарию. В общей сложности путевки 57 юных спортсменов обошлись в 2 миллиона рублей. Сейчас, помимо заявлений на возмещение убытков в страховую компанию, родители и тренеры готовят открытое письмо властям с просьбой организовать возможность выезда детей на сборы. У нас в составе данной группы даже были члены сборной России, которые должны были готовиться начать к финалу Кубку мира. А в данный момент у нас все бассейны закрыты, поэтому у нас просто даже накрывается подготовка к таким крупным соревнованиям. По информации военно-страховой компании ВСК, занимающейся возмещением убытков туроператора банкрота, на сегодня зарегистрировано около 12 тысяч заявлений. В Пермском крае их принимают в филиале по адресу Спешилова, 107. На данный момент за все это время 613 заявлений в Пермском филиале ВСК. У нас на сайте размещено официальное обращение информационное для клиентов туроператора «Лабиринт». И вот здесь есть вся информация по поводу времени сбора заявлений и так далее. Однако в страховой предупреждают, для покрытия ущерба всех обратившихся финансов не хватит. Компания будет вынуждена распределить всю сумму, на которую был застрахован «Лабиринт», пропорционально. Пострадавшие от банкротства туроператора получат, по сути, крохи. Юрист, к которому мы обратились за консультацией, также не видит возможности для получения быстрых выплат. Думается, что страховая не будет производить выплат до того момента, пока ожидаемые требования всех пострадавших туристов не будут сформированы. Поскольку до этого момента определить долю возмещения, причитающуюся каждому, не представляется возможным. По закону, вся непогашенная сумма реального ущерба может быть взыскана в судебном порядке непосредственно с туроператором. Сколько это займет времени, не скажет сегодня никто. Ходить по судам Наталья Лебедева считает делом бесполезным. На семейном совете решили, чтобы отпуск не пропал совсем, самостоятельно купить билеты. Теперь уже на русский юг. Евгения Караксина, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей. Продолжается визит в Пермский край полномочного представителя президента Российской Федерации в Приложском федеральном округе Михаила Бабича. Программа пребывания палпреда включает в себя обсуждение ряда важных социальных вопросов, в их числе размещение беженцев с Украины и развитие Пермского кадетского корпуса. Репортаж Юлии Алеевой. Пермский кадетский корпус создан год назад на базе лицея полиции. Окружной статус обеспечил ему современную материальную базу и более высокий уровень образования. Здесь представлены корпуса, сегодня действующие, и те, которым предстоит построить. 96% выпускников поступают на бюджетные места в вузы. Из них более 80% в профильные вузы системы МВД. Для этого здесь созданы отличные условия, вплоть до занятий по конной подготовке. Любимые занятия какие здесь? Конный спорт, рукопашка и легкая атлетика. Будущее я представляю в военный институт, думаю, на кинолога поступать. Будущее кадетского корпуса тоже определено. Через год здесь появятся новые учебные спальные корпуса на 400 с лишним мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные площадки. Практически полностью преобразится наша учебная база. Четыре объекта капитального строительства. У нас еще задача в полтора раза увеличить прием. Сегодня это 300 с небольшим, а со следующего года, с 1 сентября, 450 человек. Учебное заведение стало площадкой для обсуждения вопросов развития кадетских корпусов всего округа. Их создано четыре. В Прикамье, Татарстане, Башкортостане и Удмуртии. За год нам удалось серьезно продвинуться. Разработаны планы строительства учебно-материальной базы в отношении каждого учебного заведения. В ходе визита Палпред посетил также пункт временного размещения беженцев с Украины. Пермь стала одним из первых городов округа, принявших организованную группу. Людей разместили в профилактории одного из предприятий в микрорайоне Крым. Сейчас здесь 118 человек, в том числе 42 ребенка. После медицинского обследования переселенцам помогают оформить документы, обеспечить детей местами в образовательных учреждениях и, самое главное, найти работу и жилье. Из того, что я увидел, и достаточно подробно с людьми поговорил, сделано максимально для того, чтобы люди не просто себя комфортно почувствовали, а почувствовали себя членами, если хотите, одной семьи. Опыт Пермского края Палпред рекомендовал использовать в других регионах округа. Юлия Алеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Покупая квартиру в таунхаусе, вы рискуете в нее не попасть. Ну или не выйти из нее. В поселке индивидуального жилья со сладким названием «Малина», расположенном в частном секторе Перми, произошел спор хозяйствующих субъектов. Соседи не поделили дорогу, ведущую к их домовладениям. Что из этого вышло, увидела Наталья Гейчик. Это проект поселка «Малина» из четырех таунхаусов по улице Горловской, что в микрорайоне Южный. Покупателям обещали благоустроенную придомовую территорию с дорогой общего пользования. А вот то, что они получили в действительности в качестве приложения к своему жилью. На месте проезда к домам возник высокий забор. Вчера мы вернулись из отпуска. И еще были дыры в заборе. Затаскивали чемоданы через эти перила и все такое. Ну буквально через два часа мы уже увидели, что забор полностью перекрывается. Осталась последняя дыра. И понимая, что у меня даже ребенок, возвращаясь с прогулки, не может попасть в дом, я вызвала наряд милиции. К своему жилью владельцы трех квартир не могут ни пройти, ни проехать. В такие условия их поставили соседи по поселку. В процессе перепалки, в разговоре, их вообще ничего не волнует. Они говорят, что этого поселка не было, что никакого проекта не было. Это их дорога. Мы непонятно откуда взялись. И типа живите как хотите. Яблоком раздора стал участок земли, по которому, согласно проекту, должен пролегать подъезд к домам. Застройщик обещал выделить доли дороги всем восьми собственникам таунхаусов. Однако территория так и не была благоустроена. А сам застройщик пропал, продав перед этим кусок земли третьему лицу. Новый собственник предложил всем заинтересованным лицам выкупить доли этого участка. Трое отказались, а четверо согласились и обозначили свои владения, установив забор. Предлагали абсолютно всем, но собственники отказались платить деньги за данный земельный участок. Сказали, что он им не нужен. И поэтому мы выкупили только те, кто захотел. Им было предложено в свое время множество вариантов решения. На что они сказали, ставьте забор и все. А сейчас ситуация возникла таким образом, что им уже забор мешает. По-соседски решить спор уже не получается. Владельцы отгородившейся территории на компромисс не идут. Люди, лишенные так называемого сервитута, обратились с иском в суд Свердловского района. В настоящее время вынесено определение о запрете каких-либо регистрационных действий со спорным земельным участком. Рассмотрение дела назначено на 2 октября. В управлении Росреестра по Пермскому краю прокомментировать ситуацию затруднились и взяли паузу, цитирую, для выработки рекомендаций по выходу из сложившейся ситуации. Конец цитаты. Наталья Агечук, Денис Хашик, Алексей Шкляр, Телевизионная служба новостей. На камне столкнулись моторка и гидроцикл. На место происшествия были направлены силы МЧС и сотрудники Всероссийского общества спасения на водах. Количество пострадавших уточняется. Это информация легенда учений, прошедших на правобережье Камы в районе Верхней Курии. Тренировка весьма актуальна, учитывая все возрастающую интенсивность движения по водным артериям. Репортаж Евгения Гуляева. Катера, гидроциклы, спасатели, водолазы – все на исходных позициях. Тренировка максимально приближена к реальности. Навыки спасения людей на воде должны быть отточены до малейших деталей. Легенда учений – столкновение моторной лодки и скутера. И это целесообразно, потому что в акватории реки Камы это довольно частые случаи. По словам спасателей, подобное столкновение составляет 15% из всех происшествий на воде. И чаще всего виновник – человек, управляющий гидроциклом. Это совместное учение Центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю и местного отделения Всероссийского общества спасения на водах. Главная задача – пошагово отработать взаимодействие служб. Как вы себя чувствуете? Удовлетворительно я рыбачил и неожиданно выскочил гидроцикл. По легенде опросы произвели, выявили первоочередное самочувствие пострадавшего, поняли, что не грозит жизни его и здоровью. Дали предварительные рекомендации, как себя вести. Совместные учения с ВОСВОД – это у нас вторые, потому что нам позволяет учениями заниматься погода. Обычно, если лето теплое, то у нас на это время не нет. Но, используя погоду, мы отрабатываем. Спасение терпящих бедствий людей завершено. Первая помощь оказана. Следующий этап – буксировка перевернувшегося судна. Учения на этом заканчиваются, а вот дежурство только начинается. С приходом теплой погоды у водных спасателей наступила горячая пора. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Приходите на огонек. В Мотовельхинском районе после капитального ремонта открылся общественный центр «Агат». Он расположен в доме по адресу Халтурина, 10. Это уже 33-й по счету общественный центр. Жители Мотовельхи приглашают принять деятельное участие в жизни микрорайона, научиться чему-то полезному и организовать свой досуг. Репортаж Елены Яговцевой. Получить юридическую консультацию, попробовать себя в журналистике, подкорректировать фигуру в спортзале, научиться петь и плясать и просто выпить чайку в хорошей компании. Общественный центр «Агат» претендует на звание второго дома. В помещении располагаются несколько тосов, различные молодежные организации и кружки. Мы проводим здесь регулярно 8 марта, 23 февраля, День Победы празднуем. Даже 14 февраля проводили. Здесь у нас психолог работает, может помочь гражданам. В принципе, в сложной ситуации подсказать, немножко вывести из тупора, так скажем, жизненного. Приходил один молодой человек, хотел шахматный клуб сделать в микрорайоне. Ну, поле непаханное. Открыли свободную библиотеку, вернее, не открыли, откроем. То есть, есть определенный набор художественной литературы. То есть, любой желающий может прийти, взять любую книгу для себя, почитать. И те, кто пожелает принести сюда свои книги, для того, чтобы поделиться с другими, мы тоже будем рады. Новое инженерное оборудование, качественная отделка. Помещение преобразилось благодаря инициативе депутатов Пермской городской думы. По словам главы Перми Игоря Сапко, средства, вложенные в создание общественных центров, должны окупаться реальными делами и полезными начинаниями. Сегодня общественные центры должны стать полноценной точкой притяжения, таким своеобразным маяком, который будет объединять вокруг себя инициативных людей, территориально-общественное самоуправление, общественные организации, которые работают на территории того-либо иного микрорайона. Елена Иговцева, Алексей Шкляр, Телевизионная служба новостей. Ваятель и философ. Пермскому скульптору Алексею Залозаеву в этом году исполняется 60. Мастер отмечает юбилей масштабной выставкой своих работ. Скульптуры весьма необычны, они созданы по уникальной технологии. Репортаж Юлии Языковой. «Трус, балбес и бывалый» – это киношная троица, отлитая в бронзе, работа пермского скульптора Алексея Залозаева. Композиция популярна у горожан даже слишком. Некоторые считают, если погладить живот бывалого, прибавится здоровье. Еще одно творение мастера-памятник – врачу-энтузиасту Федору Гралю. Не так давно он стал объектом внимания пермских КВНщиков и попал в шуточный клип о знаковых местах Перми. В этом году скульптор отмечает юбилей. 60 лет – время обратиться к прошлому, чтобы наметить планы на будущее. Алексей Залозаев вспоминает над поиском собственного пути. Он задумался в начале 90-х, когда учился в Санкт-Петербурге. Время было сложное, прежние каноны и авторитеты утратили свое значение. Возник вопрос, куда идти дальше. В поисках ответа скульптор обратился к древней символике, в том числе к пермскому звериному стилю. На этой основе он создает собственную философию, а также способ воплощения своих идей в разных материалах. Я выбираю самое архаичное – это дерево. И к нему нужна самая прогрессивная технология. Контраст – это новые материалы, новые технологии, технологии, которые созвучны развитию нашего времени сегодня. И вот из этой идеи я приезжаю в Пермь. Эти скульптуры созданы из никелевого сплава с помощью технологии вакуумного литья. Проводить творческие эксперименты Алексею Залозаеву помогают на одном из крупных пермских предприятий. Мастер поясняет – современный материал, в отличие от беззащитного дерева, практически неуязвим и долговечен. То, что я в своем искусстве открываю, это принцип единого нерушимого времени. То есть разные материалы говорят об одном и том же – о ценности человеческой жизни, о ценности сохранения человеческого рода. Выставка работ Алексея Залозаева открылась в Пермской художественной галерее. Экспозицию назвали «Мета-реальность», где в пространстве настоящего мирно существует прошлое и будущее. Юлия Зыкова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей.